Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом свиных ребрышек, которые просто тают во рту, и мега вкусным сэндвичем с ними. Первым делом очищаем свиные ребрышки от лишнего жира и пленок. Ребра посыпаем сахаром, солью, черным перцем и любыми другими любимыми специями по вкусу. Оставляем мариноваться хотя бы на полчаса. Далее заворачиваем ребра в фольгу. Отправляем в духовку на 3 часа при температуре 150-160 градусов. Тем временем подготовим начинку для сэндвича. Полукольцами нарезаем лук. Пластинами нарезаем шампиньоны. Обжариваем на сковороде сырой бикон до золотистой корочки. Пока я это делаю у вас есть время подписаться на канал, чтобы не пропускать еще больше аппетитных видео. На этой же сковороде обжарим грибы до золотистости. Солим их и перчим по вкусу. Далее приготовим карамелизированный лук. Для этого на сковороду отправляем лук и небольшое количество сахара. На сухой сковороде подсушиваем тостовый хлеб. Мелко нарезаем пекинскую капусту или салат айсберг. Кольцами нарезаем болгарский перец. Кружочками нарезаем томаты. Дольками нарезаем авокадо. Как вы поняли, мы любители большого количества начинки. Разворачиваем готовые свиные ребрышки. Пиши в комментариях, пробовали ли вы приготовить ранее такое блюдо. Вы только посмотрите как отстает мясо от костей. Мясо разрываем на волокна. Подсушенный тостовый хлеб смазываем сливочным сыром. Сверху на него выкладываем капусту. Поливаем любимым соусом. Сверху накладываем много мяса, еще немного соуса, тостовый сыр, грибы, болгарский перец, карамелизированный лук для вкуса, соус, томаты, бекон и авокадо. Накрываем сверху ломтиком хлеба. И повторяем все то же самое. Мы всем благодарны, кто помогает нам в это нелегкое время в сборах на новую камеру. Также мы хотим отметить, что сборы еще продолжаются. Музыка Вот такой высокий и мега вкусный сэндвич у нас получился. Как его откусить мы не знаем, но это реально вкусно. Ставь лайк, если тоже любишь такие рецепты. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok